МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 31 июля около пяти вечера пострадали 10 человек. Один горняк от полученных травм скончался в больнице Покровска в день аварии. В 10 раз превышает норму концентрация нитратов в почве в Ривном. Грунт исследовали специалисты Государственной экологической инспекции после аварии на химическом заводе. Пробы взяли на 11 локациях. Среди них территория вблизи предприятия, центр города, спальные районы и несколько соседних сел. В экоинспекции отметили, превышение показателей может быть вызвано не только выбросом оксидов азота в воздух в результате аварии. Напомню, выброс нитрозных газов на химическом заводе в Ривном случился 20 июля. Тогда город мгновенно накрыло рыжее облако. Местных жителей попросили без надобности не выходить на улицу и закрыть окна. Превышение показателей в почве может быть вызвано не только залповым выбросом оксидов азота в воздух в результате аварийной ситуации, а и быть результатом неудовлетворительного введения хозяйственной деятельности, поскольку пробы были отобраны в населенных пунктах сельскохозяйственных районов. Девять раз нарушали режим тишины представители незаконных вооруженных формирований на линии соприкосновения за прошедшие сутки. Об этом сообщили в штабе операции объединенных сил. Неспокойно было возле Золотого, Светлодарска, Луганского и Широкина. По позициям украинских военных стреляли из стрелкового оружия, минометов, гранатометов. В Луганской области зафиксировали пролеты беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10». В направлении населенного пункта Светлодарск вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Возле Луганского противник открывал огонь из станковых, противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из стрелкового оружия. Неподалеку Широкина российские наемники обстреливали наши позиции из минометов 82-го калибра. 12 человек привлекли к уголовной ответственности в Чехии за участие в незаконных вооруженных формированиях на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Эта страна наиболее активно наказывает собственных граждан за наемничество. Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова во время рабочего визита в Чехию. Полученные коллегами доказательства Украина использует против России в Международном уголовном суде. Венедиктова также сообщила, что в офисе генпрокурора ведут несколько десятков производства относительно 250 иностранцев из 32 стран по фактам наемничества. Хотели бы поблагодарить за плодотворную и эффективную работу сотрудников Чешской прокуратуры и других органов, поскольку Чехия – одна из немногих стран, которые осуждают собственных граждан за их участие в вооруженном конфликте на территории Украины. Знаковым является и тот факт, что приговоры выносятся именно за совершение терроризма в составе организованной преступной группировки. Доказывая факт привлечения Российской Федерации к участию боевых действий на востоке Украины граждан других стран, мы демонстрируем всему миру, что страна – агрессор, пренебрегает нормами международного права о запрете использования наемников и запрете нападать на другие государства. Украина получила большой опыт в борьбе с информационной агрессией и готова поделиться им с другими странами. Об этом в программе «Официальный разговор» рассказала первый заместитель министра иностранных дел Украины имена Джапарова. Восемь лет находимся на фронте не только физической войны, но и информационной. Мы хотим зафиксировать за собой лидерство и экспертизу в этой теме. И дальше хотим двигаться в том направлении, что Украина является той страной, которой есть чем делиться с точки зрения опыта, как быть в информационных войнах, как, с одной стороны, сохранять свободу слова, которое для нас является ценностью, и, с другой стороны, обеспечивать безопасность. На борьбу с пандемией коронавируса не хватает денег. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения. Передает Ройтер со ссылкой на документ ВОЗ, который попал в распоряжение издания. В нем отмечается, что из-за распространения штамма коронавируса Дельта организации нужно 11,5 миллиардов долларов. Средства необходимы для закупки тестов, кислорода, масок, вакцин для бедных стран. Четвертая часть этих денег должна пойти на приобретение сотен миллионов доз вакцин. Программа, созданная в начале пандемии, остается в значительной степени недофинансированной. Ее координаторы сейчас признают, что она останется такой, поскольку многие правительства пытаются решать глобальные потребности по борьбе с коронавирусом по-разному. 984 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в Украине за прошедшие сутки. Это данные Центра общественного здоровья. Заболели 48 медработников, 59 детей. Госпитализировали накануне почти 600 человек. Практически столько же выздоровели. Летальных случаев 43. Больше всего инфицированных в Киеве – 236. Растет количество заболеваний и в Донецкой, Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях. Центр массовой вакцинации откроют в Краматорске. Прививать от коронавируса будут препаратами «Модерный Коронавак». Его расположили в помещении городского автовокзала. Эта локация, считают в Управлении здравоохранения местного горсовета, будет удобной для жителей Краматорска, так как каждый день через вокзал проходит более 2000 людей. Сейчас там заканчивают подготовительные работы. Начать вакцинацию в Центре планируют уже 7 августа. Сотни людей покидают свои дома в Греции из-за лесных пожаров. Накануне эвакуацию объявили в северных районах пригорода села Варибоби, неподалеку от Афин. Последние несколько дней в стране фиксируют рекордную температуру. Столбики термометра в некоторых местах показали 47 градусов по Цельсию. Сухая погода, жара и ветер способствуют быстрому распространению огня. Людей призывают закрывать окна, чтобы дым не попадал в дома. Лесные пожары также продолжаются в соседней Албании. Информации о пострадавших украинцах нет. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова помочь Греции и Албании в борьбе с пожарами. Возгорания продолжаются. Пожарная служба работает в невчеловеческих условиях, вместе с полицией, добровольцами, вооруженными силами и местными властями. Мы насчитали 81 лесной пожар на территории за последние 24 часа. В настоящее время в составе 17 подразделений работают 520 пожарных. Есть 150 автомобилей, 9 вертолетов, а также 7 противопожарных самолетов. Президент Турции Реджептей Пардоган поблагодарил своего украинского коллегу Владимира Зеленского за помощь в борьбе с лесными пожарами. Об этом он написал в своем твиттере. Турецкий лидер также выразил благодарность Ирану, Хорватии, Азербайджану, Болгарии, Франции, России, Испании. Ранее Украина направила два пожарных самолета ГСЧС для тушения лесных пожаров на юге и юго-западе Турции. На данный момент основную часть очагов лесных пожаров удалось взять под контроль. От имени моей нации хотел бы поблагодарить все дружественные страны и организации, которые направили свою поддержку, пожелания и сочувствие, заявили о своей готовности помочь и прислали помощь в нашей борьбе с лесными пожарами. Надеюсь, мы справимся с этой сложной ситуацией в кратчайшие сроки. Донецкий футбольный клуб «Шахтер» в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов на выезде обыграл бельгийский «Генг». Украинская команда одержала победу со счетом 1-2. В первом тайме хозяева поля забили горнякам, но уже во втором наша команда смогла отыграться и удвоить преимущество. Ответный поединок футбольные клубы проведут уже 10 августа. 17 украинских олимпийцев сегодня продемонстрируют свое мастерство в Токио. Соревнования стартовали ночью с марафонского плавания на открытой воде. А в эти минуты начинаются предварительные состязания по прыжкам в воду. Ждем сегодня медалей в греко-римской борьбе. Сразу двое украинских борцов вышли в финал. Это Жан Белинюк и Парвис Насибов. Напомню, сейчас в зачете украинской сборной 7 медалей, 6 бронзовых и 1 серебряная. Больше информации на сайте нашего канала. Также мы есть в YouTube, Facebook, Instagram и Telegram. Заходите, подписывайтесь, комментируйте. Нам очень интересно и важно знать, что вы думаете. Спасибо огромное, что смотрите. Субтитры подогнал «Симон»!